Здравствуйте, друзья, подписчики и гости нашего канала. Пуансеттия, молочай прекраснейший, или, как еще называют ее в народе, рождественская звезда. Все это об этом растении. Растение это зацветает в холодное время года, в конце ноября, где-то в декабре. Пуансеттия обычно стараются все цветоводы, чтобы их пуансеттия зацвела к Рождеству. Но она может зацвести позже и цвести от трех месяцев до полгода. Что делать, если пуансеттия не цветет? Вот тема сегодняшнего видео. И я расскажу на основе своей пуансеттии, как я буду делать, чтобы моя пуансеттия зацвела. Как видите, она еще зеленая, она еще не цветет. Чтобы пуансеттия зацвела, нужно знать, что это цветок короткого цветового дня. Что это означает для цветка? Это значит, что у этого цветка есть неполный период покоя. То есть без этого периода неполного пуансеттия цвести не будет. Когда он должен начаться? У меня вот только примерно начался в моей пуансеттии где-то недельки две. А вообще обычно осенью, октябрь, ноябрь, можно позже, ноябрь, декабрь. Соответственно и цветение отложится. Немножечко позже звенится. Будет не к Рождеству, а допустим к концу января. Длится этот период покоя от четырех недель и до восьми. Что нужно сделать в этот период покоя для растения? Для меня, как для цветовода, этот период самый легкий. Именно для пуансетти. Почему? Ну, во-первых, за цветком практически я не ухаживаю. Но есть одно но. Но прежде всего, значит, ставлю на окно, на очень прохладное окно. Температура где-то должна быть 16 градусов. Если есть балкон такой или веранда с такой температурой, можно там оставить это растение. Дальше, значит, цвета поменьше в это время. То есть короткий световой день. Восемь часов, можно десять. Это максимум. А вот о поливах. Поливы в это время должны быть, но очень-очень редкие. И поливаем совсем немножко под корешок. Смотрите, моя пуансетти, земля, вот она сыпется. Она практически сухая. Но полностью земляной ком не должен высыхать. То есть поливы редкие. Я где-то делаю примерно раз в неделю и совсем понемножку. Влажность во время периода покоя, конечно, немножечко повышается. Потому что прохладно. Температура прохладная и влажность повышается. А вообще это растение приспособлено комнатному воздуху. Ему определенной влажности во время цветения и позже не нужно. Даже, я бы сказала, это вредно для цветка. Потому что цветок тогда может заболеть. Значит, но самое главное здесь, как этот цветок ночует. Я накрываю полостью свой цветок. Вот так. Чтобы не поломать листики. Оно легкое. То есть делаю ему ночь. И вот так каждый вечер. А днем я опять-таки ставлю на окошко. И вот по истечении определенного времени, у меня обычно хватает 6 недель. То есть полтора месяца. Цветок начинает зацветать. Цветки невзрачные сами. Вы, наверное, уже знаете, у кого есть пуансетия. Они такие маленькие. Но, чтобы пуансетия зацвела, обязательно нужно после предыдущего цветения ее обрезать. И тогда, до следующего цветения, вот до сейчас, вот как состояние покоря мой цветок находится, пуансетия должна была выгнать вот такие новые стебли. Видите? Это все нарастание новых стеблей. Она у меня полностью была обрезана. Короткие были стебельки. Я обрезала. Если такого еще наращивания стеблей новых нет, значит, нужно дождаться. И только тогда начинать период покоя. Потому что цветение пуансетии каждый год будет только на новых стебельках. На новых стебельках, когда уже готово пуансетия к цветению, вот эти вот верхние такие листики будут, предцветники которые, они вот такие вот короткие, видно, да? Вот они все новые, нежные и верхние короткие. То есть этот цветок уже готов, в принципе, к периоду покоя и к цветению. Только нужно это сейчас сделать. Значит, еще что очень важно. Пуансетию во время периода покоя вообще нельзя удобрять. Удобряется этот цветок до периода покоя. То есть после того, как он отсветет, срезаются стебли и нарастание идет вот этих новых стеблей. Это обязательно вносится удобрение. И когда зацветет. А вот сейчас только иногда поливы. И на ночь вот этот темный пакет одеваю. Все. Очень легко ухаживать за этим цветком. Значит, когда начнется окрашивание верхних предцветников, это может быть красный, розовый, у меня белый цветок. У вас какой, я не знаю. Вот тогда и заканчивается период покоя. И тогда уже поливы более умеренные, удобрение. Но самое важное, друзья, конечно же, повышается температура. Температура во время цветения, она должна повышаться постепенно до 20 градусов. Если оставить температуру, которая была при периоде покоя 16, цветок будет очень долго находиться в таком состоянии покоя, в спячке этой. Поэтому температуру нужно повысить. Обычно лучше всего цветок держать на восточном окне или на западном. Южное окно, оно к весне туда солнце будет сильно пригревать. И тогда вот эти предцветники будут быстро вянуть и опадать. Чтобы пуансеттия очень долго цвела, лучше всего вот такая или восточная, или западная композиция. И, конечно же, теплый поддон должен быть. То есть, под цветком должно быть какой-то утеплитель на подоконнике, какая-то подставочка. Пуансеттия любит, чтобы корни были дно цветка и корни были в тепле. Если этого не сделать, идет загнивание корней, и цветение прекращается, растение погибает, друзья. Вот такая нехитрая схема, я бы сказала. Очень легкая, на мой взгляд. Для того, чтобы цветок пуансеттия зацвел. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите почаще. Я вас всех приглашаю. Пока!